Добрый день дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мириной. Итак, у нас сегодня с вами второй прогноз для представителей знака Овен с 22 по 31 августа 2022 года. Итак, дорогие Овны, давайте посмотрим с вами, что же вас ожидает в этот период времени, что вас ожидает в делах, в работе, в личной жизни, в финансах. Так, Овны. Период раздумий, период тишины, раздумий, анализа. Вы будете что-то планировать, возможно, опираясь на тот опыт, который у вас уже имеется. Возможно, здесь еще занятия своим здоровьем, какие-то духовные, медитативные практики в этот период времени. И, может быть, еще какой-то отдых. То есть вы можете взять отпуск, поехать куда-то. Или, знаете, как-то меньше уделять время мировым новостям, допустим. То есть вы будете погружены сами в себя, сами в свой мир. Вот как-то так. Вас в большей степени будете волновать и интересовать вот вы сами. Так, ну хорошо. Давайте посмотрим, что Овнов ожидает в делах с 22 по 31 августа. В делах, что Овнов ожидает. Сейчас, секунду. В делах здесь, смотрите, я не исключаю, что в том коллективе, где вы работаете, если мы говорим, да, вот именно о коллективной такой работе, здесь есть какие-то интриги против вас. То есть, знаете, вы проделываете какую-то работу, и в итоге вы как будто узнаете, что эта работа, по сути, это и не нужна. Как будто бы она пустая. Что-то вы делаете в холостую, и это то, что на самом деле вот вашему руководству не так-то и нужно. Вам дают какое-то задание, от вас что-то требуют, сроки. Знаете, быстро-быстро-быстро, вы уже готовы, вы мчитесь на всех парах. И результата нет. Стопор какой-то определенный. По той простой причине, потому что это какая-то пустая для вас работа, пустые для вас задания, пустые задачи, пустые хлопоты. Есть что-то такое, есть какая-то причина, почему так происходит. Но эта причина от вас закрыта. Это то, что от вас скрывают. Я не исключаю, да, что вот вы еще будете обдумывать вот это, почему так получается, да, почему вот нет этой открытой дороги какой-то. То есть вот вы прикладываетесь усилия, вы спешите, вы хотите, вот вы полны сил, но пока что не время. Пока что от вас что-то закрыто. Это вот будет такая ситуация в данный период времени. Хорошо, что Овнов ожидает в финансовой сфере. В финансах. Что Овнов ожидает в финансовой сфере. Но здесь задержка будет, выплаты какой-то. В этот период времени вы не получаете пока что свой финансовый вот этот денежный интерес. Вы трудитесь, вы прикладываете много сил. Да, что-то вы планируете, что-то вы планируете. Но денег здесь пока что нет. Вы будете пытаться как-то, вы будете пытаться как-то самому себе разъяснить, почему так происходит. Потому что сил вы тратите очень много. Но вот результата как такового нет. Но пока что вот в плане денег не время. Не время поступления здесь. Может быть, знаете, какая-то будет выплата. Но небольшая. Потому что эта выплата может как прийти, так и уйти. Но вы будете думать по поводу того, что необходимо искать другой источник дохода. Как дополнительный источник дохода. Потому что то, что вы имеете на сегодняшний день, вас не устраивает. Так, далее. В личной жизни что ожидает Овна? С 22 по 31 августа. Смотрите, две верховные шрицы. Луна. Здесь однозначно какие-то тайны. Ещё у нас идёт повешенный, который говорит об иллюзиях каких-то. Вы можете как стать жертвой какого-то обмана. Знаете, то есть вот какая-то информация от вас закрыта. В принципе, вы будете стараться разъяснить что-то для себя. Но у меня такое ощущение, что просто сейчас не время. Что-то должно поменяться в вашей жизни, в вашей судьбе. Знаете, и это период какой-то тишины, затишье. Может быть, вам и не нужно проявлять эту активность и слишком себя выпячивать. Может быть, вам действительно нужно уйти как будто в тень, в тишину. И вот ваша жизнь, она будет меняться. Она будет меняться. Вот сейчас просто вам необходимо набраться сил. Да, вот набраться сил. Собраться с мыслями. Да, то есть собраться со своим духом. Какой-то опыт вы должны обязательно проанализировать. Понимаете, потому что верховная шрица, она говорит о тайных знаниях. Отшельник, тоже знания, повешенные знания, обучение. То есть какие-то знания вы должны получить, проанализировать, а не бросаться вот так вот в бой. Нет. То есть что-то здесь вы должны для себя открыть новое, изучить какое-то направление. Так, и здесь что в личных отношениях? Ну, в принципе, здесь спокойная атмосфера, да. То есть спокойная атмосфера решения каких-то домашних вопросов, касающихся недвижимости, каких-то документов, касательно цен. Здесь вот какие-то могут быть, здесь идёт решение жилищных вопросов и вопросов, связанных вот с документами. И опять же-таки с этим жильём. Вы будете заниматься больше вот какими-то домашними делами, жилищными этими вопросами, оформлением документов. Но здесь пока что паузу я вижу. Пока что не время. Ну, вот для решения такого, для активной какой-то деятельности. Подготовка, да, подготовка может быть. Ну, вот этот период такой вот нужно пройти спокойно. В общем, вот такой у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго!